Сообщество архитекторов, загадочные люди, которые дышат, смотрят, видят и делают всё это не так, как могли бы представить себе мы. Но мы во всём этом живём зато и пользуемся. Но сегодня только один, но очень интересный. Виктор Николаевич Логвинов, первый вице-президент Союза архитекторов России, участник создания экспериментального жилого района Северная Чертанова, о котором мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас выпуск целиком посвящён эксперименту в районе Чертаново. Когда-то, конечно, это просто была какая-то фантастика, прорыв из типовых вот этих домов, которые, помните, были домостроительные комбинаты, были вот эти ДСК, были вот эти кубики. И я бы предложил всё-таки, знаешь, всё-таки дать слово специальство. И вдруг появился вот этот район Чертаново-Северное. Пожалуйста, вам слово, как вообще возникла эта идея, что всё начиналось и что это мы сейчас видим, кстати. Это то самое экспериментальное? Да, Образцово-экспериментальный жилой район. ОПЖР из Чертаново-Северное. Это официальное полное название этого массива площадью километр на километр примерно. А в чём был эксперимент? Какие цели ставились? Знаете, к 70-м годам решение о строительстве этого района было принято в 1971 году. Так вот, к 70-м годам был уже ясно некий тупик, тот тупик, в который заходит типовое панельное домостроение. Вот эти вот коробочки, которые по-разному расставлялись, они уже было ясно, что это тупик. И была поставлена задача, грандиозная задача найти новые пути, новые идеи развития, прежде всего, массового жилищного строительства и перенести их на то, что сейчас называется реновация, на, тогда ещё ставился вопрос, о реконструкции существующих кварталов. Скажите, что там было всё-таки? Потому что вот это мы вообще не застали и даже не представляем раньше. На том самом месте? Да, на том самом месте ничего не было. Сначала это был пустырь в прямом смысле, но очень интересный рельеф, который мы постарались обыграть и превратить его в целое событие этого района. Это же холм какой-то, каким-то образом возникший. Это естественно или какое-то насыпное? Нет, это естественный холм и по периметру этого холма, то есть со стороны улицы Чертановской, там серия, там был овраг, которым сделали каскад прудов. — Скажите, а вот какие приоритеты ставились, чтобы это было красиво, чтобы улучшить качество жизни или попробовать какие-то технические решения? Что было в приоритете или как это... — Может быть, это был просто опыт над людьми с неизвестным заранее результатом, в конце концов? — Спасибо. — Ну, мы бы не допустили такого опыта. Результат был известен, к сожалению. А, значит, что касается приоритетов, то практически это был широкий поиск во всех областях, начиная с градостроительства и кончая малыми архитектурными формами и тем, что сейчас называется дизайн городской среды. — Вы знаете, простите, у меня просто не терпится, я ведь и жил в этом районе, но уже, правда, спустя уже многие-многие десятилетия, после вот этих 70-х, когда он появился, это действительно совершенно особенная вещь. Но вот вы сказали, что результат был заранее известен, к сожалению. Что значит к сожалению? — Дело в том, что в конечном счёте эксперимент этот был свёрнут, он не доведён до конца, многое, что было задумано, не осуществлено. И вот это, получается, закономерность. Та самая закономерность, которую мы сейчас называем, по-разному называем, но в основном застоем. — А причины сворачивания эксперимента? — Ну, формальная причина была то, что нужно построить этот грандиозный эксперимент к 80-му году и предъявить гостям Олимпиады. И решение об этом вышло буквально за три года до Олимпиады, когда был всего один комплекс, жилой комплекс построен из шести. И это было абсолютно невероятно и невозможно выполнить эти сроки. Тем не менее, партия и правительство сказало, надо. И всё было фактически свёрнуто. А потом просто тихо и мирно этот эксперимент перестал... — Подождите, вы сказали, один из шести, то есть должно было в шесть раз больше там быть, чем... — Нет. Был построен, я сказал, один из шести. Сейчас их шесть, но тогда даже семь. Но тогда, значит, был построен только один. То есть я говорю о том, что предстояло за три года сделать невероятную работу. — Ну да. Ведь нереально. — Да. А методы сворачивания, они очень простые. Сначала отказались от индивидуальных проектов высотных зданий, которые там стоят во дворах, если вы знаете, и были там. И заменили их на типовые панельные дома, которые были специально нарощены за 22 этажей. — Что удалось всё-таки сделать? Чем вы гордитесь в качестве достижения реализации этого проекта? — Ну, вы знаете, если только перечислить одно перечисление того, что там задумывалось, оно очень впечатляет. Я могу... Я специально для вас... — Да, пожалуйста. — Расскажите, вот кроме высотности, да, что там ещё? — Да. Ну, в градостроительстве. В чём был эксперимент? Связь с природным окружением, гибкая компоновка вот этих секций, которая давала возможность разнообразить пространство. — В архитектуре. Это свободная планировка квартир. Мало кто знает, что там так называемый широкий шахт несущих конструкций, и можно объединить, безболезненно объединить кухню с общей комнатой и спальней. — А, значит, двухуровневые квартиры. — О-о-о. — Ничего себе. — Причём эти двухуровневые квартиры, это совсем уже никто не знает. — Что не только... — Даже никто не знает, что такое могло быть в Советском Союзе. — Да. Не только в торцовых секциях, такие уступчатые секции, вот там двухуровневые квартиры, но и на первых этажах длинных домов. Там были двухуровневые квартиры с маленькими приусадебными садиками. И они есть до сих пор. Мастерские на верхних этажах. Блоки обслуживания в каждом комплексе. Кладовые на первых этажах. Новые образцы, образы фасадов, цветочницы на лоджиях, как вы видите. Интенсивный цвет. Террасы в торце корпусов. Подземные гаражи-стоянки с выходами из лифтов прямо на уровне гаража. Всё это было для тогдашнего времени просто фантастика. — Вы говорили, что перебиваю, что вам не говорили? Для кого? Зачем нужны подземные гаражи? — Подземные гаражи, да. — Кто эти люди? — Да. Какие машины вы собираетесь там ставить? — Очень даже говорили. Это был один из главных вопросов. — Что отвечали? — Типовой ответ. Очередники районов. — А, это прекрасно. — Ветераны партии. — Против этого не поприваешь. — А вот эти перусадебные участки, это что такое? — Сколько метров эти участки? — Да, эти участки были такие полисадники перед входами. Так как входы были с улицы, непосредственно, вернее, со двора. Со двора, то это были... — Прям в квартиру имеете? — Да, перусадничек, он был чуть-чуть заглублен в глубину фасада. Там был вход, там была лесенка двухэтажная на второй этаж и такой встроенный, многоэтажный комплекс, встроенный коттедж. — А, вот это да. — Ничего себе. — А еще тут у нас написано, но лучше вы расскажите, там же какие-то технические мусы. — Огромное количество, да. — Да, вот про это. — Ну, смотрите, в конструкциях, там впервые были применены плиты с пролетом 7,2. Это примерно то, что вот сейчас у вас в студии. — А обычные плиты на тот момент какие были? — А обычные на тот момент 3,3,6. — Ух ты! — А здесь как бы на две комнаты. Конструкции фундамента в виде плиты, в которую можно заезжать автомобилями. — Большепролетные перекрытия гаража, который сейчас обвалованный, на которых растет газон. Легкие, эффективные панели наружных стен. Вот эти цветные панели, они толщиной всего-навсего 15 сантиметров, при этом они обеспечивают требуемую теплоизоляцию. — Подождите, а они являются несущими? — Они нет, они навесные. — Навесные, то есть их? — Несущие там поперечные стены с широким шагом. — А в материалах здесь огромное количество. Ну, для примера могу вам привести, что вот те самые панели, перегородки из гипокартона, которые сейчас называются КНАУФ, они были применены первый раз там, в Чертаново-Северное. Привезли их специально американцы в нескольких вагонах буквально. Значит, сами смонтировали, начав с того, что вы знаете прекрасно, что у нас плиты в один ряд потолок никогда не лежат, они всегда чуть-чуть играют. Вот они начали с того, что взяли и зашили гипсокартоном потолки до идеального состояния. Кроме того... — Это как-то странно советскому человеку смотреть в ровный потолок. — Да, да. Значит, там панели наружные с минватой, о которой я уже говорил. А краска яркими. Яркими первый раз были применены кремния, органические краски. Это невыгорающие, долговечные, это 30-40 лет гарантии, до сих пор они стоят. Торцы, если вы знаете, там белые панели. Так вот, эти белые панели первый раз делались из цветного белого цемента, которые потом укладывались в... — Подождите, вы сказали цветного белого цемента. — Белого цемента называется всё, что не серое, называется цветное. — Да, ну, серое — это нету цвета, а белое — это уже цвет. — Совершенно верно, это уже цвет. — Подождите, то есть получается, что этот цемент был специально создан для этого проекта, и эти плиты по 7 метров, они тоже специально были сделаны на этих комбинатах? — Да, специально сделаны, но цемент был не специально сделан, по нему эксперименты шли далеко, но в таком широком масштабе для отделки фасадов он был применён первый раз. — Ещё вот тут написано, что это про мусор, центральная, централизованная, пневматическая система уборки мусора, что-то такое. — Да, это была шведская система, которую привезли из Швеции. — А в чём её суть? — Обычный ствол мусоропровода в подвале подсоединялся к трубе, в которой создавался вакуум, создавалась тяга, и этот мусор улетал на конец застройки этого микрорайона прямо в мусоросжигательный завод. — То есть он там же непосредственно утилизировался? — Да, да, там же и никакой этот район, никакой мусора не производил, он полностью его переработал. — Вы знаете, вы так это всё рассказываете, да, вот я коренной макрич, но у меня такое впечатление, что это, знаете, какое-то космическое поселение где-то на Марсе, и закрыли этот проект просто потому, что ещё рано. Ещё рано нам пневматический мусоропровод. — Нет, а действительно, а почему не стали строить дальше такие проекты в Москве? Понятно, Олимпиада там, да, но дальше-то можно было вот в удачный район. — А я бы по-другому поставил вопрос. — Не понял. — Насколько реалистично, ну, понимаете, это всё красиво, это я уже хочу купить квартиру там, вот сейчас. — Да тебе никто там не уступит. — Я попробую говорить, но тем не менее. Но насколько это возможно было в условиях Советского Союза тиражировать, ну, чтобы и в других городах, и по Москве такие комплексы строить? — Ну, на это был расчёт, мы делали вере в то, что это будет и дёшево достаточно. — Извините, американский гипсокартон, шведская система уборки мусора, хотя бы вот это, уже как-то настораживает. — Ну, была поставлена задача найти всё самое новое, всё самое передовое и испытать это. — Кстати, шведский мусоропровод не выдержал испытания нашего варварской эксплуатации. — На какой день или месяц это? Сколько он проработал? — Это было уже лет через десять. — Десять лет? — Десять держался, молодец. — Да, его закрыли, мусоросжигательный завод разобрали и на его месте поставили ещё, вот тут был ещё до этого, значит, сюжет с туалетами, в которых размещаются... — Да, кафе. — Кафе, так вот, по этому принципу, на месте мусоросжигательного завода, который якобы отравлял атмосферу, значит, поставили ещё пару жилых домов в качестве уплотнения. — А, подожди, а что значит я... Вот это интересно, якобы... — То есть кто-то говорил о том, что он отравляется... — Потому что часто все говорят, что мусоросжигательные заводы — это самое неэффективное, но из всех возможных на сегодняшний. Потому что есть переработка... — Самый экологически сомнительный, да, способ. — Вопрос эксплуатации. Если эксплуатировать до сих пор все мусоросжигательные заводы, которые были по этой технологии построены в Швеции, они работают. Просто как эксплуатировать эти заводы? Их, естественно, нужно и фильтры менять, нужно... — Вот, фильтры. — Естественно, нужно соблюдать определённые режимы. Тем более, что у нас в то время ещё не было вообще привычки выбрасывать мусор в пакетиках, как сейчас это делается. — Ну да, ведёрко, газетка и высыпал. — Да, да, и всё высыпал, и это всё очень быстро засорило, вся система. Так же, как, кстати, эксперимент, который был сделан с отоплением. — А что же не было? — Отопление было, опять же, скандинавской системой. В полу проводились трубки, медные трубки толщиной в палец. К каждому прибору. — К каждому прибору, и это... Ну, она очень мало весила. И, значит, и эти все подходили к прибору, и эти приборы... Была возможность регулировать их в теплообменник, теплообмен. Причём регулировать по фасадам. Есть северный фасад, там батареи жарили сильнее. — Под приборами вы имеете в виду батареи, да? — Да, батареи. — Нагревательные элементы. — И этот эксперимент тоже не удался, так как качество нашей воды, которая... — Вот я хотел сказать, забьётся же кальцием. — Совершенно верно. И эта система, она сейчас широко применяется, но тогда она не пошла совершенно. — О, а где она сейчас широко применяется? — В новом строительстве. — Всё-таки. — Да, широко, да, применяется. Уже там латунные трубы большего диаметра. — Ага. А получается, что всё новая черта, но она вот напичкана цвет метром. — Северная. — Да. — Вернее, северная, да? Там прям... — Там прям... — Скрывая пол, выдёркивает трубы. — Так, подождите, вы не призывайте спокойно. — Почему всё это, я возвращаюсь к вашему вопросу, почему всё это не нашло... — Почему не пошло, да? — Не нашло отражения в массовой практике. — Ответ очень простой. Застой. Застой в строительстве означал, что те самые домостроительные комбинаты, которые шлёпали одинаковые типовые проекты, они были крайне не заинтересованы в любых изменениях. — Конечно. — Они прекрасно себя чувствовали, делая старую продукцию, на старом оборудовании, по старым технологиям, и не хотели никаких изменений. По существу это и есть причина, хотя один из домов, это осенняя улица, дом 2, в Крылатском, он, значит, сделан из тех же деталей по всем тем технологиям, которые были применены в чертах. — А это каким образом произошло? Это, как говорится, из запасных материалов оставшихся построили? — Нет, это был следующий шаг, да? — Это был следующий шаг. Ведь вся эта технология, она была уже освоена. Её ничего не стоило продлевать дальше. Но строительное лобби, так же, как и сейчас, оно имеет такой вес, что никто не мог его заставить работать не на себя, а на людей. — Вы знаете, вот странник переживает за Игоря Борисовича, и сейчас странник, сейчас всё будет. Игорь Борисович просто, он уже копит, потом выстрелит. Готовьте. — Виктор Николаевич, личный вопрос. Я уже смотрю тут на карте предложение квартир в Северном Чертану, но мне надо знать, вот эти экспериментальные дома, о которых так интересно рассказали, есть у них конкретные адреса? — А, жениться там на ком-нибудь и жить. — Я вам очень просто прошу. Всё это, так как был свёрнут эксперимент, когда были только длинные корпуса, 16-этажные корпуса, то всё это касается их. Что касается башен, групп башен, то там уже типовое проектирование 70-х годов, которое дожило где-то и до сегодняшнего дня. — А в длинных корпусах, кстати, квартиры и не предлагаются. Башни, да? — Никто просто не хочет расставаться. — И это говорит о многом. Спасибо большое, очень интересный рассказ за эту историю. Да, только скажите последнее, просто напоследок, запас прочности вот у этих необычных конструкций. Как долго ещё простоит без проблем этот микрорайон, и мы сможем им любоваться? — По ГОСТу запас прочности не менее 50 лет, но я думаю, что этот комплекс простоит и 150, просто нужно вовремя ремонтировать и поддерживать его в хорошем эксплуатационном состоянии. — Ну что, Орехов, тебе ещё может улыбнуться удача в одном из длинных супердомов. — Приложу к этому усилию. Большое спасибо Виктору Николаевичу Логвинову, первому вице-президенту Союза архитекторов «Российка», участнику создания экспериментального жилого района Северная Чертанова. — Спасибо огромное. — Спасибо за участие в нашей программе и за Северное Чертаново. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.